На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как влиять на людей? Мне кажется, такой вопрос задают себе многие люди, особенно молодые. Им хочется стать психологами, им хочется стать какими-то управленцами. Они хотели бы руководить и, скажем, больше царствовать. Понятное расположение человека, который еще не вооружился словом Господним. «Научитесь от меня, я как роток, есть мы смирен сердцем. Кто больший, возлежащий или служащий? А я посреди вас как служащий вам». К тому же, замечает премудрый экклесиаст, «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». О чем надлежит подумать прежде всего? Не о том ли, что власть людей над другими людьми положена самим Богом? Ибо еще в Ветхом Завете было дано откровение Израилю поставить десято начальников, и сто начальников, и тысячи начальников, и письмоводителей, и так, чтобы был порядок. И апостол говорит, повторяя слова Господни, «без всякого прикословия, меньше и от большего благословляется». Таким образом, время влияния и время повеления и время подчинения есть всякому человеку. Но надо подумать о том, во вред или в пользу. Власть одного над властью другого бывает. И когда мы хотим кем-то повелевать, из-за чего мы это делаем? Ради того ли, чтобы позаботиться, как мать заботится о сыне? Ради того ли, чтобы обогреть всячески, как призванные мужья заботятся о женах, как о своих телесах, как о немощном сосуде, воздавая всякую честь? Или странным образом самоутверждаясь за счет близкого человека, ища угождение своим собственным страстям? Нужна ли такая власть? Не развращает ли она еще более того, кто еще не положил начало своему собственному исправлению? Кому же время властвовать? В послании к Колоссянам святой апостол Павел говорит «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодать и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот научайте, вот вразумляйте, вот повелевайте друг другом. Причем не один только другим, но и в обратном направлении. Оказывается, мы можем прилагать свою волю к другому человеку, побуждая его к доброму. А если этот человек, которому мы хотим нечто указать, или над кем имеем расположение, ради пользы командовать, не таков, услышим псалмопевца царя Давида «Обаваем обавается от премудра», то есть околдовывающий околдовывается кем? Носителем страха Божия, который проявляется в людях как премудрость. Таким образом, должно и нужно стремиться иметь попечение о ближних своих. Но это попечение не столько состоит в властвовании, повелении ими, сколько в том, чтобы сам, будучи увлеченным словословием, служением Богу, ты и других побуждал бы своим собственным примером, своим собственным сердечным воодушевлением, идти тем же путем. Апостолы вооружены благословением Господним, идти во все народы, с властью проповедуя, зная, что всякая душа по природе христианка, и ей больше, чем воздух для тела, нужен свет истины, который есть Господь наш Иисус Христос. С властью запрещайте, с властью насаждайте слово мое, говорит Господь, посылая своих апостолов. И мы с вами не освобождены от этого благословения властвовать. Но только, как замечает апостол Павел, вижу, без меня вы воцарились. О, если бы вы действительно воцарились и царствовали бы сначала над своими страстями, а потом своей властью помогали бы и ближним оказаться победителями над властью худой, над властью греха и смерти в их душах, до поры до времени обретающейся. Поэтому, полагая эти размышления, сделаем вывод, что влиять на людей хорошо тому, кто сначала с помощью благодати Божией сумел повлиять на свое собственное сердце, соделав его добрым вместилищем, премудрости Божией и Христовой благодати. Субтитры создавал DimaTorzok